Книга «Открытым оком», том 29, тема интернет, вопрос 4018. «Нашли ли кого в интернете, кто с вами был бы полностью согласен?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Я сам в интернете ни разу еще не был, а мне приносят по темам церковным. Я уже сам выбираю. Недавно нашел нечто уже совсем мне близкое, но это только по материалам. Сразу же позвонил в Екатеринбург знакомому, а он говорит, что как раз близ Ганиной ямы и работает. Попросил этого Евгения найти и подарить ему наши книги и вывезти на меня. Он может быть мне близок, а на его не так просто быть единым. Мне вот только что позвонили из Казахстана, как один человек там, как так многое дал, начали занятия вести, начали занятия вестись. «Ну вот он женился и был повенчан, а люди, ходивши на занятия, решили, что батюшка тамошний его неверно поменчал при двух-то его официальных живых женах. Я им сразу же дал у корот принять и приветить. Помня его доброе дело, без него они и не позвонили бы. Полностью согласны мы будем только в вечности, а на земле мы едины, тогда, когда живем во Христе и одинаково понимаем Библию». Кавычки открыты. «Обращение к архипастырям, пастырям, монашистующим и мирянам Русской Православной Церкви Московского Патриархата». «Один старец как-то сказал, Бог живет для нас горящих сердец. Бог ждет от нас горящих сердец, но сердца наши холодны, потому вместо них приносим мы ему горящие свечи». «Это так. Свечи суррогат, подобно соевым котлетам, мы вынуждены пользоваться многими заменителями Бога и нашего отношения к Нему, лишь напоминающими нам о Нем и часто граничащими самообманом. Потому что души наши охладели, сердца окаменели, души как рабы, которые имеют органы, подобные нашим, и даже кровь. Но эта кровь холодная, и рыбы не чувствуют боли. Также и наши души не чувствуют боли распявшегося за нас Христа, и поэтому не хотят взять себе хотя бы самую малую частицу ее. А ведь если не нести свой крест, идя вслед за Христом, то никогда и не будешь со Христом. Матвея 16.24, Марка 8.34, Лука 14.27. Никакие другие дела, обряды, ритуалы, поклонения, никакие познания не заменят креста. В христианстве много говорят о покаянии, но как-то все время смешивая акценты. Покаяние, греческое метанои, означает не просто осознание своей греховности и даже не борьбу с ней, а изменение, перерождение. Изменение какое? От чего к чему? В Евангелиях мы найдем не менее сотни высказываний Господа о том, что нельзя быть одновременно с миром и с Богом. Никто не может служить двум господам. Не можете служить Богу и Мамоне. Матфея 6.24. То есть нельзя любить власть, славу материально обеспеченность, красоту и телесное здоровье, чувственное удовольствие, развлечение, азарт и так далее. Вместе с этим надеяться на спасение, жизнь, присутствие Бога, собственное обожение. Вы Боги, напоминает Христос и Иудеям, слова Псалма 81.6, Иоанна 10.34. Мы Боги по благодати и пришествиям в мир Христа и Его крестной жертвы, говорят святые отцы. Святитель Афанасий Александрийский, преподобный Адамаскин и другие. Но мы забыли об этом и хотели быть богами, потеряли подобие Божие в себе и не хотим его вернуть. Мы забыли, что плацкие помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не похоряются, да и не могут. Римлянам 8.7. Церковь предпочитает говорить об этом скупо и сдержанно. Не говорить о себе нельзя, ибо это одна из основных тем Нового Завета, одна из главных заповедей Христовых. Она боится растерзать остатки своих прихожан, а с ними авторитеты доходы, все больше и больше сама разворачиваясь в сторону мира. Широко и свободно толкуется экономия, допущение некоторых отступлений от установленных норм и правил ради сохранения главных направлений и целей. Все чаще не нуждается в аквивии, строгом соблюдении установленных норм и правил, неукоснительном следовании заповедям Божьим. Традиционно православие постепенно становится лишь имитацией христианства, готовой прельстить, если возможно и избранных. Матфея 24.24. Ну что же так должно быть? Ведь спасется лишь малый остаток, потому что тесны врата и узок, путь, ведущие в жизнь, и многие находят их. Матфея 7.14. И во втором пришествии, в своем человеческом пришед, найдет ли веру на земле? Лука 18.8. Мартовское 2007 года обращение Диамида, епископа Надырского и Чукотского, подписанное и членами его пасты, произвел сенсацию, скандал в православных руках России. Правда, скандал не очень громкий, так как высшая руководство церкви применило излюбленные, хорошо испытанные приемы, замалчивание искажения, то есть представило через своих апологетов некоторые обличения и измышления, но не ответы и возможные решения, указанных в общении проблемы. Проблемы эти боль для тысячи, может быть и сотен тысяч православных. Суть их я бы выразил кратко. Русская православная церковь Московского патриархата утратила начало соборности, общинности, стала церковью ее высшего руководства финансо-политической элиты. Все остальное духовенство, монаши, стащемириане, воспринимаются ими лишь как продавцы, покупатели ритуальных услуг и одновременно как стадо, которым можно управлять и направлять туда, куда выгодно. В значительной степени это видно даже при сравнении последнего устава церкви 2000 года с предыдущим уставом 1988 года. При этом выгодным и нужным для этой элиты оказывается то, что чуждое и противно русскому православному человеку участие в глобализации, молчаливое одобрение, агрессивное навязывание с помощью многоразличных информационных каналов богопротивных ценностей, всеоблемующего контроля и стяжения за человеком, участие в экуменифическом движении с выходом даже за пределы христианского мира, служение мирской власти и выполнение ее социального заказа. Но и епископ Диамит в своем обращении не затронул некоторых проблем, о которых, я уверен, нельзя молчать. Первое. За последние 20 лет Россия преобразилась. Реставрированы, восстановлены, построены монастыри, храмы, часовни, являющие собственностью московского патриархата. Можно ли не радоваться этому? Посмотрим. Для православного света было чудо утверждение иезуитов. Цель оправдывает средства. Русские святые не брали грязных денег, потому многие свидетельства в житиях. Но кто же и зачем оплачивает это гигантское строительство, драгоценную утварь, облачение, а заодно и роскошные условия быта некоторых священнослужителей? Ответ известен. Это в основном финансовые олигархи и промышленные магнаты, но не прихожане верующие. Многочисленные наблюдения убеждают, что эти благотворители не исповедуются, не причащаются, не интересуются церковной жизнью и вообще появляются в храмах крайне редко. Как правило, лишь в конце архиерейского богослужения для получения церковных наград. При этом они обыкновенно помогают не только церкви, но одновременно финансируют строительство мечетей, синагог, горный бизнес, индустрию развлечений, спортивные клубы. Для чего же им нужна церковь? Даже без всяких доказательств можно с высокой степенью достоверности утверждать, что через церковь отмываются очень большие, грязные, может быть и сверхгрязные деньги. К этому очень способствует нынешнее особое, практически бесконтрольное положение церкви, в отличие от других субъектов экономической деятельности. Что церковь перестала быть разборчивой, готова сообщаться с любым, кто имеет финансовые и имущественные средства, в том числе и с откровенно криминальными структурами. При этом занимает она позицию не партнера, получая церковь, вероятно, лишь относительно небольшую часть, а унизительно прислуживающую лакея. Это видел каждый, кто бывал на встречах и в банкетах сильных мира сила с участием архиереев и священников. Серьезные доказательства о непредположении и отдельном наблюдении могут быть получены с помощью профессиональных следственных органов, которые этим сейчас вообще не интересуются. По-видимому, заинтересованность в этом привилегированном положении исходит от самых высших структур государственной и всемирной власти. Второе. Отношение архиереев и духовенств окончательно сложилось как отношение хозяев и рабов. Клирик, священник, дьякон практически абсолютно бесправен. Он может быть перемещен куда угодно и когда угодно, без всякого учета семейных и других обстоятельств, лишен отпусков, выходных дней, наказан совершенно произвольно по усмотрению архиерея, запрет на священнослужение, ношение креста и священнических одеж, получение образования, в том числе духовного высылка из монастыря на любой срок, то есть разлучение семьей и лишение ее средств к существованию. Перевод в самые неблагоприятные места унижения, как правило, архиерея поощряет прилюдное падение в ноги, слезное вымаливание, прощение и другое. При этом для наказания архиерею не нужны какие-либо канонические законные основания. Это его личный произвол, он обладает в отношении своих подчиненных практически ничем не ограниченной властью. Реальная жизнь клирика полностью зависит от его отношений с архиереем. Умение угодить ему, такое положение является откровенным и грубым нарушением прав человека, оскорблением, а лучше сказать, попраним человеческого достоинства, естественно, явным нарушением Конституции России и норм международного права. Вместе с тем все это никак не может быть названо проявлением христианского послушания и смирения, но лишь лжепослушанием и лжесмирением. Третье. Подобное же положение только в еще более резкой и грубой форме сложилось в монастырях. Цель и смысл существования монашества, несмотря на разнообразие исторических и региональных форм, сводится к определенной духовной работе, которую нельзя или затруднительно делать в других мирских условиях. Цель – соединение с Богом через достижение определенных духовного состояния, достижение Духа, соединение со Христом в Духе, пребывание в благодати, достижение Царства Небесного, монашеские обеты и другие традиционные для монахов ограничения образ жизни, как и сам уход от мира – тут только средства для этой духовной работы. Религиозные организации, не признающие надобности в таком делании, требующим особых условий и знаний, крестьяне-протестанты, мусульмане, некоторое подобие монашеской жизни являют только деревяшицу суфии, индийские аджайны не имеют и монашества. Православное монашество в современной России, по крайней мере, в границе с церковным устройством московского патриархата, на деле даже не ставит перед собой задачи заниматься такой духовной работой или восстанавливать, возрождать ее, коль скоро она утрачена, если исчезла преемственность в передаче необходимых знаний и приемов. Современный монастырь – это не школа духовного делания и не сочек просвещения, благотворительность и милосердие, это рабовладельческая плантация. Огромная текучесть людского материала объясняется тем, что трудники, люди, приходящие бесплатно за кровь и пищу, потрудиться на монастырь во славу Божию, работают, как правило, без какого-то ни было соблюдения законодательства, о труде и правил техники безопасности, проживают в отвратительных антисанитарных условиях, скудно питаются, подвергаются высокомерно-призрительному отношению к себе и оскорблениям. Неудивительно, что обычно через непродолжительное время, от недели до двух-трех месяцев, они, не выдерживая, сами уходят или начинают выпивать, или выражают хотя бы малейшее несогласие с начальствующими. В обоих последних случаях они тут же оказываются за воротами, освобождая место новым жертвам, снисхождение редким. Но в животно-рабском положении находятся не только трудники, а и братья, послушники, монахи, иродиаконы, ир-монахи. Это, как правило, запуганные, малообразованные, или умственно неразвитые люди, позволяющие унижать себя и издеваться над собой. Во главе монастыря стоит настоятель или наместник. В большинстве случаев это человек, далекий от всякой духовности, хотя часто и мнящий себя таковым. Владостарец, твердо усвоивший лишь одно послушание, конечно, ему, а не Христу и его заповедям, превыше поста и молитвы, грубый и надменный. Вскоре после назначения он начинает понимать абсолютность своей власти и свою практически полную безнаказанность. Все это проявляется подчас в самых безобразных формах. При этом приоритетным послушанием для такого начальника обычно является не попечение о насельниках монастыря, а приемы и роскошные банкеты для випперсон и прочих нужных людей, в лучшем случае строительно-хозяйственная деятельность. Православный монастырь все более превращается в тоталитарную секту, причем в самом крайнем выражении. Это не свидетели и еговы, не пятидесятники, даже не саентологи. Это гораздо хуже. Вместе с тем разложение монашеса происходит и с другой стороны. Значительное число монашесуящих не отошло от мира, хотя при монашеском постриге все давали обеты, клятвы, послушание, целомудрие, не стяжание, не имея и не приобретение личных материальных благ во исполнении христовых заповедей. Матфея 19.29, Лука 14.33, Иоанна 18.36, Иакова 1.27.4.4, 2 Петра 1.4, 1 Иоанна 2.15-16. Они имеют движимое и недвижимое имущество, финансовые средства и уже в монашеси продолжают обнажать их, а некоторые регулярно получают зарплату, конечно, неофициально. Или иным образом выраженную часть монастырского дохода, вызывая зависть и раздражение у не имеющих этого монахи, а игумены, архимандриты, епископы, митрополиты и патриархи, тоже монахи, не внимают предостережению апостола Петра, Если избегшим скверн мира, познания Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познавши, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. 2 Петра 2.20-21. Сам Господь прямо говорит, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Лука 14.33. Светворное влияние мирских соблазнов и похотений, расслоения в монашеской среде увеличивается с каждым годом, да и монастырицы в целом все более превращаются из домов молитв в дома торговли, восхищая туристов и паломников лишь наружным благолепием. В отзывах на обращение епископа Диамида, например, дьякона и профессора Андрея Кураева, звучало, что епископ Диамид неплохой человек, скромный, трудолюбивый и так далее, но он, к сожалению, не осведомлен в тех вопросах, по которым высказался, предваряя подобные обвинения, утверждая, что я достаточно осведомлен в тех вопросах, о которых сообщаюсь, пытаюсь все это на себе и общаюсь со многими собратьями из разных регионов страны, священнослужителями, монашесующими. Обязательно будут говорить также, что я искажаю истину, либо исполняя заказ врагов церкви, либо по личным мотивам от обиды на начальствующих и прочее. Отвечу, что проблема не в моих причинах или мотивах. Даже если предположить, что подобные утверждения верны, хотя они не верны, вопрос в сути моих утверждений. Относительно сути также скажут, «Все это не так. У нас есть бескорыстные и верующие богатые люди церковные, хитры, меценаты и спонсоры, мудрые духовные архиереи, хорошие монастыри, но я говорю не о поддельных случаях, а об общей тенденции в большинстве случаев». Главное орудие борьбы с инакомыслием и церковной администрацией замалчиваем. Делать вид, что ничего не происходит, что среди церковного народа царит полная единодушия и согласие с церковной властью. В требованиях священных служителям не выносить ссоры и звезды, одновременно запугивание согласных, давление на них. Вот отработанные способы действия синога, заправящих архиереев, многих настоятелей, храмов и монастырей. Нужно не допустить такого замалчивания. С выступлением на епархиальном собрании города Москвы 24 декабря 2007 года патриарх Алексий II пожурил священнослужитель, начиная с епископа, имея в виду, конечно, епископа Диамеда, хотя и не называя его за высказывание критических суждений в адрес церкви в средствах массовой информации, способствующим разрушению церковного единства. В то же время во внутренних дискуссиях критика звучит гораздо слабее. Я согласен с мнением патриарха, но он не отметил одно обстоятельство. Критиковать вообще берутся лишь те, кому уже нечего терять. Запрещены в священнослужении, а то ровно от своих пихожан. Либо анонимно, так как по своим последствиям для критикующего священнослужителя, такое выступление равнозначно политике политбюро ЦК КПСС в советскую эпоху. Простите, такое выступление равнозначно критике политбюро ЦК КПСС в советскую эпоху. Время для нормальных дискуссий и критики в нашей церкви еще не наступило. Страх, доносительство, человекаугодие и лицемерие господств в церковной среде. Что же делать, хоть скоро церковная элита, внушая церковному народу мысль о непререкаемости своего авторитета и своей легитимности, законности, забывает, что права власти утверждаются не только законной преемственностью, рукоположением, сан и поставлением на должность, но содержанием и характером самой деятельности лиц, имеющих власть. Сводит церковное управление к администрированию и сделала фактически эту свою власть абсолютную. Нужно тем, у кого открыты глаза, открывать их другим. Цель повторения опыта времен Ферраро-Флорентийской унии 14 века и Киевской митрополии начала 17 века, когда простые верующие защитили и отстояли православие, тогда как почти все епископы и большинство священников перешли в унию союз с католиками под власть римского папы, открыто предав православие. И именно церковный народ в 20-е годы уже 20 века отстоял истину в борьбе с поддерживаемым большевиками, живой церковью, при отступничестве и попустительстве многих пастырей и архипастырей. Будем помнить, что высшим авторитетом и истинной в церкви обладает лишь ее полнота, народ Божий, тело Христово, миряне, монахи, клирики, все вместе, они отдельные люди или группы, пусть даже самые высокопоставленные и авторитетные. Мы слишком превратно поняли смирение и послушание и нам усиленно помогали в этом. Мы забыли о ревности, о долге каждого христианина, не допустить глумления над святой верой православной, над матерью церковью. Осознание сложившегося положения, создание крепких общин на приходах и православных братств порознь ничего не сделаешь. Требование создавшего поместного собора, который сейчас практически всецело заменен собором архиерейским, согласно уставу 2000 года, не утвержденному как должно поместным соборам, которого не было, но тем не менее действующему без утверждения уже почти 8 лет. Контроль за тем, чтобы поместный собор не стал спектаклем в духе форсъезда в советских времен, но выразил действительную волю церкви. Вот путь, по которому мы должны идти, это наш христианский долг. Будем же мужественны, помня, слова самого Господа. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Лука 12.32. И апостол Павла, если Бог за нас, кто против нас? Римлянам 8.31. Еще Господь мне помощник. И не убоюсь, что сделает мне человек евреям 13.6. Знаменский скид 3.16. 15 марта, по старому стилю 2008 года, в день торжества православия Евгении Пампура, опубликовано в газете «Дух христианина» 2008 года, за номером 7, страница 9. 1 Тимофею 25.20. Согрешающих обличай пред всеми, чтобы и прочие страхы имели. 2 Тимофею 2.4.2.3. Проповедуй слово. Настой во время и не во время. Обличай, запрещивай, увещивай со всяким долготерпением и назиданием, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут. Развратники, льстицы и крохоборы, не вам, апостолов, рассеянных, учить. Они пылили прах от ног, которых не вас, молчащих, тысячу причин. Так дополняйте ж меру беззаконий своих отцов, вы превзойти сумели. На жен чужих вы ржете, словно кони. Вас сдергивать пришлось в чужой постели. Конечно, это слабость по натуре, и главный грех велик не в крохоборстве, не в том, что пьете, и немало курят. Ум ограничили в мизинчик и в наперстах. Вы, Слово Божию, дорогу перекрыли. Другим препятствуете слышать об Иисусе. О небе ли учить вам дряблым и бескрылым? Вас дьявол свергнутый на проповедь на уськол. Наследники, прямые тех жидов, гонявшихся без устали за Павлом, ведь каждый поп язык вонзить готов, тех добиваете, кто без еды отстали. Во веки грех мирской патриархии ни в веки семь, ни в будущем не спишут, напыжится гиганта злой рахитик и не поймет, что в стадии Божьем лишней. Не любят Библию, понятно почему, в ней дух святой, ловильно обнаглевшим. Им свет неведом, восхваляю тьму, обряды и традиции давно сотлевших. Так думаю, что нет врагов страшнее, как те, кто внутренне тайно изрыгает, кто в ризах мечется, а не Китай в шинелях, не католический молитвенник Розари. До времени соседства перетерпим, евангельскую веру чистой сохраним, не канонизируйте по иноческой мерке, из древности кричит святой Иероним. 29 августа 2008 года Игнатий Тихонович Лапкин не египет19 лапкин Миной-лапкин